Всем привет! И сегодня хочу снять видео, как и обещала, про вот эту вот шнековую соковыжималку, потому что многие начали писать о том, что, наверное, вам она не понравилась, либо поломалась, почему вы не снимаете. Вот всё работает, просто, ну реально, мы всегда делаем сок, и я забываю как-то снимать, а сейчас специально вот всё подготовила, всё для вас сниму. Сделаем мы морковно-апельсиновый такой сок, и вот был один гранат, попробуем из гранаты, из гранаты ещё мы ни разу не делали, как она потянет, не потянет, эта соковыжималка, не знаю. Вот, поставила я для сока, для отхода, в общем. Кстати, с морковки отходы, они получаются, знаете, такие, как натертые-натерки. В общем, я их потом собираю отдельно в пакет, складываю в морозилку, и потом, когда я делаю зажарку, например, я добавляю эту морковку. Очень удобно, как бы безотходное производство у нас. Так что, приятного просмотра. Так что, приятного просмотра, я думаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Так, вот, получается, из примерно 7-8 средних морковок, вот у нас сколько получилось сока. Вот, где-то был литр, можно, миллилитр было видеть. Где-то я видела, а, вот. Так, сейчас видно или нет. Вот, 400, да, да, 400 миллилитров получилось сока. И вот жмых, вот такой вот получается, довольно-таки сухой, мелко, будто на мелкую терку натертый. Так как морковный сок, он, сам по себе, не сильно вкусный, вкуснее, если добавлять апельсин. Вот, два апельсина у нас, понимаете? Поехали, я думаю, как раз вылечу. Вот, столько у нас сока получилось, ну, как раз приблизительно 2 стакана. А вот жмых с апельсином, ну, он такой более, конечно, с жидкостью, но все равно довольно-таки сухой. Можно еще раз пропустить его? Два стакана еще, в принципе, у нас осталось. Мы помыли соковыжималку, чтобы, как бы, вкусы не смешивать. Сейчас сделаем из граната. Сокер. 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 Так что, всем приятного аппетита. Всем пока. Сокер. Сокер.